Ой! О! Горжицу! Бои в салоне автомобиля! Вступление намонтировали, конечно, прям, чтоб нахайпил или что, я не знаю. Но да, напряг есть. Вот хайлайты, что нас ждёт в сегодняшнем выпуске. О, слева у нас стоит некий робокоп, оператор. Девушки резво стартуют, пока что доминейшена, правда, не видно. Нет одной из них, Мартан подпирает спиной. Ой! Молодец! Поддержка и опора. Только побыстрее, возможно, не мешает себе. Опять то же самое! Снова та же ситуация может быть Вере Лотковой. Попробовать уходить тогда на багажник, чтобы иметь возможность там работать. Так, опирается аж, встаёт аж. Но сможет ли продавить? Вот она уходит на багажник, сможет ли продавить. О, голову, голову забирает! Очень страшно это выглядит. Привстаёт, она аж запрыгивает Веру на неё! Вот это давление сейчас! Болевой переходит на следующие уровни вообще запредельные! Анна держит, держит, но ей ещё минуту держать. Очень долго Вера-то на ней просто повисла. Ну как, не просто, конечно, ей тоже, но попроще, чем Анне. Вот в таком согнутом состоянии находиться. Размыкает захват! За пальцы там взялась и разомкнула. Это успех! И большое облегчение для Анны. Девушки переводят дух. Вот опять пошли активнейшие действия ногами. Сейчас, наверное, Вера опять будет вываливаться. Пока держится, кстати. И снова берётся за голову Анны! Анна пока вырывается. Но там несложный захват был. Мощного! Люди за неё начинают оправданно болеть аж! От первого раунда остаётся уже немного. Скорее всего, успешных приёмов не будет. Девушки опять валятся в Адскими. Что девушки покажут нам во втором? Скорее всего, примерно то же самое. Нет, сразу же! Завал на заднее сидение! Вера в Росе! Стоп! Выручкам своим девушки не изменяют. Схемы привычные более-менее. То же самое, опять же, то же самое. Анна Бузила уже не встаёт. Но всё-таки встаёт. Так Вера сейчас опять на неё насядет, так сказать. А, нет. Ну, Анна Бузила, кстати, постоянно привезти свои плоды. Но Вера, как мы видим, любит работать снизу. Сама подстроилась, кстати, вниз сейчас. Ей, видимо, такая позиция, ну, конкретно на багажнике автомобиля, поудобнее. Возможно, более понятно. Она видит, что постепенно сможет противницу сломить. Но Анна Бузила как-то и не ломается. Тем более, она тяжелее. Да, ну, как бы перевес-то большой. 8 килограммов. Второй раз, ребят, посчитайте, напишите. Кто правильно посчитает, получит приз. Я прочитаю этот коммент и кивну в монитор. Голова в захвате. Но пока не смертельно. Хотя вот ноги присоединяются. Может стать смертельнее, но если Вера опять выгрузится с багажника на пол, то, по сути, это и есть высвобождение от захвата. Анна всегда может из захвата любого высвободиться, просто повалив Веру за машину. Что у нее получалось неоднократно. Прямо шударом устилает ей багажник. Ох ты, за ногу берется. Но пока успешной конфигурации особо не видно. О, в смертельный, в смертельный угол погружается Вера. Там тяжело может быть. Но не придвигает ее к стенке, пока не придвигает. Ох ты, вот это за ступенью было что-то опасно. Ему сзади захват есть, но времени не хватит. Анне не хватит времени. Хотя сейчас поза в ее пользу решает. Высвобождается Вера, но попытки непрекоменную подготовку к тому, чтобы, наверное, исполнить успешный захват. Сейчас ей просто дается этот успешный захват. С самого начала в раунде пенальти. Вера пытается вырваться, но суперскоростного не получается. А, все, размыкает руки, размыкает. Все-таки это быстрое высвобождение, да. 14 секунд на таймере. Это реально быстро. Как теперь получится у Анны? Высвобождится так. Находит опору на стекле, и все. В воздухе опоры теперь у нее нет. Пытается там что-то. Блин, время идет неумолимо. Не пытается делать прокруто штопора. Ох ты. Не получается у нее скоростного высвобождения. Лоткова Вера. Раунд. С интересом смотрим на подготовку обеих. Бойчих. Ё-моё, Дана Борисова такую позицию сразу занимает адскую. Всё. Фариди как оттуда вырваться. Она в смертельной бесте находится. Сдается тут же. Мне кажется, что у Даны Борисовой была аналогичная ситуация против Берковой. Вот как раз летом. Но Дана Борисова подготовилась. У нее, наверное, появился азарт после того проигрыша. Ох ты, Фарида, смотрите. Тоже подготовку-то имеет. Берет болевой на голову. Может быть, что-то и получится. Кстати, Фарида сейчас в более-менее такой безопасной позе. А вот на Дану оказывается давление. Второй раунд несет в себе интригу. Фарида может его и забрать. Единственное. Ох ты, блин. У нее там голова тоже из огута, кстати. Но дышит пока. Нормально. Она еще не упирается в дверь. Правда, Дана ее сдвигает потихонечку. Тоже давит. Тоже, блин, давит. Дана из захвата вырвалась. Может быть, Мартан решит ресетнуть эту ситуацию, если не будет какого-никакого движа. Но пока что на Фариду давление-то оказывается. Захват есть руки. Но, в общем-то, особо болевого я не вижу пока что. Мартан смотрит внимательно. Может быть, решит ресет. Кстати, был захват. Фарида сдается второй раунд подряд. Ну, молодец. Хоть вышла и продержалась. Борисова победила. На втором раунде я когда на нее прыгнула, мы поменялись местами. Уже я на нее прыгнула. И я уже ей удушающе делала. Она нажала мне на кадык пальцем. Я говорю, мне так это нельзя. Причем судья это сразу не видел. Судья увидела, говорит, нельзя, нельзя. Она начала вот так дышать. Первый раунд. Бой! Так, преимущество вести слева. У девушки в черной футболке Валентины Павловой. Но Александра Степакова тут же сверху занимает такую позицию. Какой там вес? Где он? Пригважив его к сиденью. Никаких движений сделать вообще не получается. Ё-моё! Вес не работает никакой ни физически, ни в обществе, нигде. Голова в таком мощном захвате. Александра может делать все, что он факт. Все, что ли? 33 секунды. Ё-моё, совсем не по плану Валентина Павловой. Она рассчитывала в первом же раунде забрать своего оппонента, так сказать, свою оппонентицу. Но может быть сейчас, смотрите, она сейчас уже как-то сверху располагается. Может быть будет еще более скоростной прием от нее уже. Весом пользуется. Прогибает немножечко Александру вниз. Хочет, чтобы та легла, может быть, легла на сиденье. Но ложится сама Валентина на багажник. Может быть сейчас начнутся вываливания. Ну, за полминуты уже болевой провести не получается. Но старается девушка. В первом раунде, может быть, она еще, знаете, давала слабину, дескать, подругой. Все. Сейчас первый раунд должен был ее разодорить. Сейчас должна бороться в полную силу, в любом случае. Так, вывал происходит. Сможет ли она ответить на такой быстрый болевой? Ох ты, опять ее голова в захвате будет. Неужели опять еще один скоростной болевой не высвобождается никак? Блин, Александра Степакова. Как же она мощно захватывает, а? Все, руки в замке. Расцепить. Да как? Как? Е-мое, еще и ноги присоединяет. Еще хуже становится. Как? Не, Валентина может попробовать просто переждать до конца раунда. Но тогда ей не удастся провести свой болевой или удушающий. Высвобождается пока что. Ей нужно проводить свой болевой удушающий, чтобы мы перешли к пенальти. Обязательно, иначе все. Бой будет сдан. Но голова Александры, блин, постоянно. Юрка. Ну, не то, что я, Юрка, а голова Юрка высвобождается из любых, от любых полосов. Фак! Е-мое, вот это что? Виском, что ли, она ударилась там об ручку коробки передач? Надеюсь, нет. Торчит же буквально там палка. Остается 10 секунд. У Валентины все-таки не удается провести успешный прием. Несмотря на преимущество в весе 12 килограммов, она тяжелее. Не получилось использовать сие преимущества. Побеждает Степакова 1-0 по сабмишинам. Продолжение следует...